Пушкинская карта стала для молодежи пропуском в мир культуры, однако не все стремятся посещать музеи и художественные выставки. Мошенники находят способ списать деньги со счета и использовать их в иных целях. Одна из самых известных схем на данный момент – создание вымышленного мероприятия и мнимых списков участников проекта. Фактически это было обналичивание денежных средств, залы были пустые, никто из школьников на данный спектакль не ходил, а вот организаторы данного театра благополучно отчитывались об освоении данных денежных средств. То есть фактически в действиях данных организаторов присутствовали признаки состава преступления, предусмотренного статьей 159 со значком 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Накануне мошенниками было совершено хищение более 100 миллионов рублей. Следственный комитет Российской Федерации расследует дело. Подобного рода аферы могут негативно повлиять на принятие решения о продлении программы. Речь идет о так называемом инфо-цыганстве. То есть подросток подписывается на канал, разумеется, на данном канале присутствует определенная реклама от спонсоров. В эти каналы попадают десятки, сотни, тысяч школьников, студентов, которые мечтают получить в свое распоряжение как раз пушкинские карты. Ну и на данных нерадивых школьников и студентах, к сожалению, достаточно часто мошенники зарабатывают достаточно неплохие деньги. Напомним, что пушкинская карта – программа культурного просвещения молодежи от 14 до 22 лет, которая позволяет посещать музеи, театры и другие учреждения культуры за счет государственного бюджета.